Девушки отдыхают Это очень важно, когда рисуешь, запомните, друзья, если ты вошел в поток и вдруг не знаешь, где какая краска лежит, так ты же выскакиваешь оттуда. Поэтому надо знать, что когда ты хочешь хорошо рисовать, рабочее место твое должно быть так обустроено, чтобы ты из потока, если ты вошел туда, когда ты разрисовался, все идет на автомате, рука сама работает, моментально ты берешь там, 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 и вдруг ты не знаешь, где эта краска, и ты выскакиваешь. Поэтому надо заранее обустроить рабочее место. И мы сюда, вот, и поставим сейчас голубенький, да, потом мы сейчас еще там добавим кое-что, а здесь мы сделаем такой бант, бант голубенький сделаем, да. Лишь качается бант голубой. Была такая песня о гитаре. Так что я вас научу, ребята, рисовать. Рисовать научу, как создать рабочее место, как говорил Владимир Ильич Ленин. Для работы надо правильно организовать рабочее место. До встречи, друзья. Когда вы проходите курс по синхрометоду ключ, вы научаетесь регулировать свое нервно-психическое напряжение. Мало того, вы потом начинаете чувствовать, и не только понимать, что и как как-то делать. Это и есть развитие интуиции, друзья. Вот высокое искусство, это как тонкие духи. Зависит от вкуса, от дуновения ветра, от мнения посторонних людей. Вот, например, приходят на выставку, и все говорят, ой, какая картина у меня, какая картина у меня, какая она прекрасная, какая она прекрасная. Вот посмотрите внимательно. А теперь я скажу по-другому. Слушай, ну это же кукла, она же совершенно не живая. Она как, ну, манекен какой-то, там нету жизни. Ну, там есть просто форма, а вот жизни-то нету. Жизни-то нету. Вот это вот желтое вот здесь, и вот здесь желтое. Это просто отвратительно. Это пошло. Это пошло. Вот что такое искусство. Поэтому людей, которые разбираются именно так тонко, как в духах, которые не зависят от дуновения ветра, не от обстоятельств, не от чужих точек зрения, сами чувствуют. Их очень мало. Поэтому культура их формирует. Да. До встречи. Поэтому рождение шедевра – это поиск, творчество – это поиск оптимального решения в условиях ограниченного времени, ограниченных ресурсов. Ну, что же такое шедевр? Шедевр, когда в картине появляется жизнь. Жизнь, когда появляется. А как я это сделал? Как я это сделал? Как я куклу превратил в живую кота? А я над собой работаю. Я раньше занимался саморегуляцией по приему. Делал ключевые упражнения, да? Потом у меня выработалось ощущение, что и как, когда делать уже без приемов. И вот я встал тогда, вот кукла была куклой, и задумался, как сделать, чтобы она жила. И тогда я представил себе, что у меня хорошее настроение, что у меня не выживание, а жизнь. А жизнь – это дарение, любовь, это хорошие эмоции. И вот когда у меня была хорошая эмоция, раз, я вот здесь вот немножко глазик подправил, и она сразу стала вот такой живой. Поэтому рождение шедевра – это ищешь, то есть творишь до тех пор, пока в объекте, ну, в данном случае в картине или в музыке не появится жизнь. Включила? Да, уже включила. Послушай, я хочу сказать, что такое жест мастера. Жест мастера – это когда ты всё, вот это вот, то, что ты делаешь, разноцветие волшебное, делаешь целостным. Соединяешь нечто таким, какой-то линией, какой-то краской, которая всё объединяет в одном, чтобы была такая линия, как континьюм, бесконечность, восьмёрка, вот так, вот так, вот она. Чтобы здесь всё пошло вот так вот, чтобы она вся соединилась, вот. И она вот так вот соединяется. Вот это и называется жест мастера. Так. Продолжение следует...